Как и тысячи жителей соседнего государства, из-за регулярных обстрелов в ИСУ, Анна вместе с семьёй покинула родное село в Харьковской области. Постоянные взрывы, ночёвки в подвале, полное непонимание, как жить дальше. Женщина вспоминает, во время очередного прилёта старшую дочь Варвару отбросила взрывной волной и едва не ранила осколками. А младшая Настя наотрез отказывалась выходить из укрытия. Девочку трясло буквально от каждого шороха. Наконец, в мае семьёй удалось перебраться в Орловскую область. Мы в Орле очень тяжело отходили, приходили в себя. Нет, не страшно. Уже сюда приехали, уже было не страшно. Нам сказали, что вам везёт, что вы едете в Белгород и в Белгородскую область, что там люди хорошие все. Ну, оно, в принципе, так и есть. И с гуманитарной помощью помогают. А дом нам вообще предложила, многодетная семья. Неравнодушные белгородцы привозили одежду, еду и даже бытовую технику. Со временем муж нашёл работу, а девочек устроили в школу. Казалось бы, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Но на самом деле были переживания за ещё одного члена семьи. В Харьковском селе осталась любимая дама, гнидая лошадь. Думали долго и всё же решились вместе с мужем забрать животное. Было непросто, но получилось. Помогли односельчане и наши военные. Тем более Варя, она без лошади. Для неё без лошади это очень-очень сложно. Она как бы морально с ней живёт на одной волне. Даму купили ещё же ребёнком для хозяйства. Девочка сразу прикипела к лошади. Ухаживать за ней и ездить верхом научил дядя. Пришлось пережить не один полёт из седла. Когда-то летом упало, но это ещё в Харьковской области сломало ключицу. Я потом с гипсом всё равно при этом ездила по тихому от родителей. С одной рукой, да. Я не смогла без лошади. Мне нужно было какое-то занятие. Своенравное, характерное, ну и ласковое, в принципе. Главное к ней подход найти. Пока Варя на дистанте, свободное от учёбы время уделяет своей пышногривой подруге. Даме 6 лет, очень резвая. И, наверное, как и любая девушка, обожает внимание. Любимые лакомства – морковь, рафинад и яблоки. Вот так вот руку делать. Вот так там? Да. Ой, а у неё губы такие тёплые. Я не могу. Ой, балуется. Живо, давай. Молодец. Пока это единственная команда, которую знает лошадь. Но хозяйка ежедневно её тренирует. Недавно начали осваивать жамбет – выпад передней ногой. Уход за гнедой требует больших усилий. В день она съедает 4 тачки сена и выпивает 5 ведер воды. Чтобы облегчить работу, девочке нужна была садовая тележка. Вещь не дешёвая. За помощью обратилась к местным волонтёрам. Сначала никто не откликался, а потом один человек откликнулся. Он помог мне, объявил оглашение на своей странице. И всё за день, короче, произошло. История аварии дамы откликнулась в сердцах жителей региона. Нашлись неравнодушные, которые помогли и сенам. Теперь его хватит до весны. На остаток собранных средств купили щётки и снаряжение для безопасных тренировок. Девочка и её гнидая стали командой. Освоили элементы конкура, голоб и рысь. Для большего нужно седло и, конечно, подковы. Летом она наступила на камень. Два дня хромалых сильно. И мне приятно очень. Это то же самое, что мы по камням будем ходить босиком. Семья уверена, всё наладится. Планы большие. Накопить на собственный дом и окончательно обосноваться в нашем регионе. Главное, они в безопасности. Все вместе. Анна Свидовская, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорья.